Доброе утро! Это программа «Хорошо там, где мы есть». Я, ведущий Андрей Скворцов. Мы вас отправляем в путешествие, а вы делитесь с нами своими впечатлениями. И вот сегодня, как всегда, по неизвестному заранее маршруту в поездку отправится замечательная московская семья София, Антон и их дочь Ариадна. Ариадна 5 лет любит своего игрушечного дельфина, с которым не расстается с самого рождения. София, 32 года, врач-гинеколог. Любит кофе, хотя и не умеет его готовить. Антон, 31 год, врач-невролог и мануальный терапевт. Обожает ролики и самокат, особенно в компании жены и дочери. Привет. Доброе утро. Ну что ж, приветствую. Вы знаете уже наши правила. У меня для вас две картинки, две фотографии. Ну, вам надо будет выбрать, куда поехать, сюда или сюда. Но вначале я вас спрошу, есть ли у вас предположения насчет того, где они сделаны, что это за места? Антон, что у тебя есть? Ну, не узнаются, нет. Я тоже не узнаю. Предположений нету. Ну, наверное, и там, и там. Это горы. Горы, да. Горы, да. И пещеры, это горы. Какие могут быть горы? Водопад горы. Водопад. И пещера. Ну, по ощущениям, горы нам нравятся, в принципе. То есть не ошибетесь. Любой-любой вариант вас устроит. Отлично. Ну, давайте тогда выбор, предположим, ребенку, дочи. Куда ты хочешь поехать? Орис, куда бы ты хотел? В пещеру или в водичку? В водичку. Почему? Почему? Потому что там могут быть дельфинчики. Дельфинчики? Ну, если только такие маленькие, как у тебя. Покажи своего дельфина. Ой, какой чудный. Можно я посмотрю? Бульк. Ну, что же. Вы вместе с дельфинчиком отправляетесь на водопад. Вы выбрали Крым. Ура, молодец. Водопад называется Учан-Су. В переводе с крымско-татарского это летающая вода. Должен вам сказать, что водопад не всегда прям такой полноводный. Он хорошо работает, когда сильные дожди. Там вот сверху в горах или когда снег тает. Но я думаю, что в каком-то виде вы его обязательно посмотрите. Я знаю, что ответственный день вас ожидает как раз в Крыму. У нас у Ариши как раз, когда мы будем в поездке, вспомнится 6 лет. Я вас попрошу отметить день рождения Ариши так, чтобы она запомнила его на всю жизнь. Мы постараемся. Ну что ж, до встречи и счастливой поездки. Спасибо. Путешествие по Крыму начинается на троллейбусной остановке. Спасибо. В 50 метрах от аэропорта Симферополь. Держи билетка. Пойдем в троллейбус. Тетя, отдавай билетики. В Крымском троллейбусе стоя не ездят, а садятся строго по местам на билете. Это самая длинная в мире троллейбусная линия, которая соединяет столицу республики Симферополь с прибрежными городами. Путь до Ялты длиной 90 километров занимает 3 часа. Может быть, тогда нужно было такси взять? Да ну, такси. Здесь вопрос не скорости, когда мы еще прокатимся по такому маршруту. Крым, геологически и сейсмически, очень капризный регион. Поэтому построить железную дорогу через горы слишком сложно. Ну, а троллейбус исправно возит пассажиров уже 55 лет. Некоторые, до сих пор работающие вагоны, вышли на маршрут еще в 70-е. Все решено. У тебя будет много времени поспать, так что отдыхай. В Ялте можно найти более сотни вариантов размещения. Это и модные отели, и советского вида гостиницы, и хостелы для молодежи. Средняя цена стандартного номера на двоих с завтраком примерно 2,5 тысячи рублей. Пожалуйста, ваша карточка, ваш номер на втором этаже. Это вот сюда, да? По лестнице на второй этаж. Для своей единственной ночевки в Ялте София и Антон выбрали отель в отдалении от первой линии. До тусовочной набережной придется прогуляться, зато место здесь тихое. Так, что? О, какой... Какой просторный номер. Смотри, какая кровать. О, тут еще и балкон есть. Здорово. Пойдем на балкончик, посмотрим, какой вид. Главная улица города, набережная Ленина, начинается с аллеи звезд. Если верить термометру, Крымское море теплее воздуха. Холодный ветер не ласков, но курортники предпочитают его не замечать и наслаждаться к последнему соусу. Попробовать хочешь? Конечно, хочу. Только я вот думаю, не ждет ли меня приятель Ангина? Не, не то у тебя получается. Да, ты теперь у папы из головы барабан делаешь, да? Да. Мама, из папиной головы сделали барабан. Я так уже и поняла. Один из самых любимых туристами памятников знаменитый ялтинский дачник Антон Павлович Чехов со своей литературной героиней «Дамой с собачкой». На том самом месте, где завязался курортный роман Гурова и Анны Сергеевны. Смотри, как тут все затоптано. Да, видать, у него тут фотографировалось немало людей. Понятно, на собаке все сидят, руку все трут, там все стоят. На утро ранний подъем. Предстоит восхождение на гору Эй-Петри. Впрочем, идти километр в небо пешком не придется. На резком подъеме закладывают уши. Поэтому всем рекомендуем запасаться жевательной резинкой или леденцами, как перед взлетом на самолете. А если она проломится? Она не проломится. Тут все очень хорошо сделано. Я в том году новую сделала. Мы падаем. Нет, мы не падаем. Не падай, не падай. Смотри, там море. На вершине Ай-Петри кипит жизнь. Здесь самый настоящий восточный базар, где крайне сложно ничего не купить. Цены, конечно, туристические, но здесь можно и нужно торговаться. А можно мы купим такие наушнички? Можно сейчас? А давай спросим, а почем у вас наушнички вот эти? 300 рублей. 300 рублей? Это кролик натуральный, выбирайте. А тебе какие нравятся больше? Мне розовые. Мама. О, отлично, да. Берем. Вот такой у нас способ передвижения. Вот теперь, утеплив уши, можно идти и дальше, и выше. Для этого надо попасть на территорию заповедника Зубцы. Идем мы на высоте порядка 1100 метров, 1200. Подъемимся мы с вами на 1234 метра, на саму вершину. Идти надо очень осторожно, ведь камень-известняк отшлифован тысячами туристов до вас. Поэтому поскользнуться можно очень легко. Тем более, вокруг столько поводов зазеваться. Ничего себе. Давай вадим. Ты, какие цветоники. Можно ли их пивать или нет? Ну, пожалуйста. А может быть, они занесены в Красную книгу? А что это Красная книга? Красная книга? Это книга, в которой самые редкие растения занесены. А решили, если мы его сорвем, то он лет и вырастет. Давай не будем это делать. Но кое-что в заповеднике рвать можно. Вот подарок тем, кто приехал в осенний Крым не ради пляжа – шиповник. Главное только не глотать шершавую косточку. Когда ударят первые морозы, он становится мягкий такой и очень вкусный. У него мякоть такая сладкая. Ну, семечки сами есть не нужно. Укололось. Да, он колючий. Будешь ягоду такую пробовать? Ты попробуй, он вкусный. Ой, смотри, мягкий. Ее как раз мороз ударил. Попробуешь? Нет, я не буду. Я царапалась. Но расстраиваться некогда. Надо идти вперед и вверх. Круто. Давай еще раз. О, отличные горные тропочки. И мои девочки, как горные козочки. Пойдемте на самую вершину. Отдохнула я, немного постояла. Пойдемте. Осталось подойти к самому краю и насладиться видом на Крым. Я понимаю, что тебе страшно, но иди посмотри. Это того стоит. Ну, ладно. Иди ко мне, я тебя продюсаю. Только сюда. Еще. Такое бесстрашное насекомое. Я его не буду кидать с горы. Я не хочу, чтобы оно разбилось. Я буду искать ему друзей. Глава семьи, добравшись до вершины, сразу вспоминает юношеское увлечение – скалолазание. Экипировки, конечно, с собой нет. И в магазинах особо не полазишь. Но навыки никуда не делись. Устав носить себя самостоятельно, наши путешественники отправляются на конную прогулку. Хорошая. Лошади на плоту Ай-Петрия привыкли возить туристов. Через 10 минут даже Ариадна справляется без инструктора. Папа, у меня лошадь слушается. На Ай-Петрия можно поесть шашлыка или плова в маленьких кафешках прямо на рынке. Но Ариша наотрез отказалась от незнакомой еды. Поэтому выбор пал на ресторан прямо в здании канатной дороги. Антон заказал свою любимую шурпу. София – лагман. Ариадна – борщ. Значит, по прилету в Москву записываемся на скалодром. Тем более Ариши горы понравились. Честно говоря, я была удивлена, как ты лезла по вот этим вот камням. Я очень люблю лазить. На пути вниз от припада давление снова щелкает в ушах. Наших героев ждет поездка к водопаду Учан-Су, самому высокому на полуострове, который так завораживающе смотрелся на фотографии. Правда, реальность оказывается скромнее. Самые роскошные снимки можно сделать здесь весной, когда тает снег. Остальное время поток намного слабее. Зато можно насладиться видом без риска промокнуть. Ариш, существует такая легенда, что была девушка, которая унес горный дух в горы. И она очень хотела вернуться домой, там, где у ее родственников не хватало водички. И горный дух ее превратил в реку. Ну что за горное чудище? Ну, это не чудище, это дух. Это не обязательно чудище совершенно. Возможно, он был даже и хорошим в какой-то степени. Почему дух в этой истории оказался положительным героем, объяснят местные жители. И железная труба, которая идет параллельно потоку. Дело в том, что Учинсу снабжает окрестный водопровод отличной родниковой водой. У нас в Крыму всегда вода очень ценилась. И старались каждый какой-то маленький ручеек, родничок облагораживать, направлять его к людям. Под конец насыщенного дня Ариша загрустила. Накануне она забыла взять дельфинчика на набережную. И теперь чувствует себя перед ним неловко. Смотрю, у нас тут идет вода. А то вот сейчас тут. Хорошая дельфина. Следующий пункт путешествия – Евпатория, город на восточном побережье Крыма. На машине путь от водопада Учинсу примерно 180 километров. За три часа отбивается темнеть. Поэтому заселение в отель шепотом и почти на цыпочках. Ваш номер находится на втором этаже. 25 номер. Я вас провожу. Придемте со мной. Гостиница, в которой поселились наши герои – этно-отель в исторической части Евпатории. Обычно номер на двоих можно снять за 2800 рублей, доплатив 600 рублей за детскую кровать. Но поскольку эта поездка особенная, в честь дня рождения Ариадны София с Антоном сделали выбор в пользу просторного номера в восточном стиле с гостиной, спальней, двумя санузлами и четырьмя балконами. Цена такого размещения – 4800 рублей за ночь. Окрестности Караимской улицы повторяют планировку средневекового восточного города-крепости Гезлёв. Извилистые коридоры между домами нужны, во-первых, для того, чтобы ветер не продувал город, а во-вторых, чтобы неприятель там заблудился, если, конечно, перед этим он преодолеет крепостную стену. Октябрь – конец сезона, и сувенирные лавки готовятся к закрытию. Есть отдыхающий Геракл. У вас и Геракл отдыхал? Да. По легенде, после подвигов он спустился на бега Евпатории, и у нас здесь остался. Давайте оба. Хорошо. Ты будешь отдыхающим Гераклом, а я мечеть. В советское время Евпатория считалась местом детского отдыха и, как исторический город, почти не воспринималась. Но сегодня туристов возят по маршруту Малый Юрусалим. На расстоянии вытянутой руки здесь соседствуют кресты, полумесяцы, звезды Давида, и никто никому не мешает. Чтобы узнать и запомнить город на вкус, София и Антон решают разделиться. София отправляется на мастер-класс по приготовлению кофе, а Антон будет учиться печь чебуреки. И то, и другое – национальная гордость крымских татар. В своей семье Антон – кулинар. Но сделать правильное тесто – нелегкая задача. В кратер на вершине мучной горки надо постепенно вливать воду и немного подсолнечного масла, а затем замесить. Когда меня бабушка учила месить тесто, она говорила о трех правилах. Первый – у вас должны остаться руки чистыми, потому что вы замесили тесто. Должна остаться чистая посуда, в которой вы это делали, и ни капельки муки не должно рассыпаться. После тщательного замешивания пресное тесто должно отдохнуть не менее получаса. А если есть возможность, лучше замесить его с вечера. Чем дольше стоит тесто, тем воздушнее получится чебуреки. У Софии класс по правильному кофе начинается с косынки. Уроком руководит Диляра Ханум – хозяйка кофейни. Вот, кстати, кроме того, что так... Замечательно выглядит. Красиво. Теперь я выгляжу, как вы это еще и гигиенично. Мы варим кофе на двоих. Для этого нам нужно в расчете на одну порцию две ложечки кофе. Мы наливаем воду в чашечку. То есть мы отмеряем теми чашечками, которыми мы пьем. Крымско-татарская кухня не терпит суеты. Что варить кофе, что жарить чебуреки – это невозможно успеть между делом. Пока у Антона раскаляется масло, из теста нужно сделать аккуратные блинчики. Края внутрь, смотри. Края внутрь. Да, да, вот. А у меня что-то не получается. А ты вот пальчиком большим, смотри, подхватывай и в серединочку, вот. Вот, смотри. Видишь как? Не мужское это дело, Антон. Правильно сделанные блинчики не слепаются друг с другом. Пока они отдыхают, можно заняться фаршем. К полкило мяса нужно положить 250 граммов мелко нарезанного лука и пол-литра воды. Фарш должен быть жидковатым. Видите, смесь какая получается, не очень густая. Тогда чебуреки будут более срочными. Один из секретов крымско-татарского кофе – правильное джизве из меди и серебра с узким горлышком. Все, что было в кофейном зерне, останется в напитке. Кофе должен немножко настояться, прийти в себя. И что, мы ждем до закипания или как мы это делаем? Нет, мы ждем где-то до, пока он дойдет до температуры, может быть, 60-70 градусов, ну так примерно. И потом начнем собирать пенку. А как вот по традиции положено, кому первая чашка приподносится, когда приходят гости? Первым из гостей подают мужчине, начиная со старшего мужчины и так далее. Если женщины просто на застолье, что достаточно часто бывает, такой женский междусобочек, то тогда женщины, которые чуть-чуть по старшим возрастам, скажем так. Самое главное в крымском кофе – пенка. Ее надо собрать, пока кофе готовится, закипеть. Именно пенка считается душой кофе. Кофе никогда не должен кипеть, его должны только доводить до кипения. Потому что если кофе кипит, это уже не кофе. Оно вот медленно должно настаиваясь, отдать пенку, и потом уже перед кипением заливается в чашки. Вот теперь я поняла свою главную ошибку в варенье и кофе. Если вы изводили себя вопросом, откуда берутся разнообразные узоры на капучино, то вот и ответ. Молоко вливается тонкой спиралью, и дальше тонкая деревянная палочка работает как кисть. Но чтобы это получилось, нужна плотная шапочка из пены. Тем временем Антону пора лепить чебуреки. Берете ложечку фарша. Так. Размазываете. Не в серединку, я смотрю. Нет, вот на половиночку ровно, на половиночку. И есть у нас вот такой резец, вот такой ножичек. Видите? А, специальный инструмент. Да, нажимаете очень сильно. Чтобы они склеились между собой. Резец похож на нож для пиццы с той разницей, что он не только режет, но и скрепляет края. А с помощью обрезков можно определить, достаточно ли раскалилось масло. У Софии получилось и сварить кофе, и нарисовать на нем цветок. Теперь можно удивлять гостей у себя дома. А у Антона получились первые в жизни чебуреки. Обязательно научу супругу готовить. Вы приведите ее ко мне. Я не только научу чебуреки готовить, но и расскажу, как нужно вести себя с мужем. Хорошо. Спасибо. Пользуясь случаем, София решает сделать одно очень важное дело. Ведь следующим утром Ариадне исполнится 6 лет. А это все у вас делается? А у вас торт можно заказать? Да, конечно. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения, с днем рождения тебя. Ура! Планшет. Подарок, о котором мечтают все дети в 6 лет. Кажется, Ариадна счастлива. Но достаточно ли этого, чтобы день рождения стал по-настоящему незабываемым? Ради самого главного подарка для Ариши надо прокатиться 30 километров от Евпатории вдоль восточного грежа Крыма. По живописной дороге, мимо Мирновской ветроэлектростанции. Полутора сотен гигантских ветряков, на которые можно смотреть бесконечно. Но наш пункт назначения – залив Донузлав. Здесь – один из всемирно известных центров дельфинотерапии. Ариадна и ее дельфинчик, наконец, познакомились с настоящими большими дельфинами. Ариадна и ее дельфинчик, наконец, поздравляет Бонифакцией. Друзья и коллеги зовут его просто Бонни. На самом деле, эти дельфины выполняют очень важную и ответственную работу. Они – врачи. Они лечат детей, помогают им справиться с различными патологиями, порой очень тяжелыми. Можно и просто искупаться, без медицинских показаний. Но записываться надо заранее. Желающих много, а дельфины сверхурочно не работают. Весь сезон в Евпатории можно увидеть массу уличных представлений. Любимцы публики – артисты огненного шоу. Их время – темнота. Драконы такие. Ой, смотри, что сейчас будет. О-о-о! Сюда идет! Ариша! О-о-о! Спасибо! 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 Кажется, наши герои справились с заданием. Этот крымский день рождения стал незабываемым. Итак, наши герои – Антон, София и Ариадна – вернулись из путешествия и готовы поделиться с нами своими впечатлениями. Привет, ребята! Привет! Рассказывайте! Впечатлений масса. Еще больше? Что рассказывать? Давайте, рассказывайте. Было всего и очень много. Вообще, в принципе, любое путешествие – это всегда приключение. Здесь приключение удалось на славу. У меня личное достижение. Могу похвастаться. Ну, во-первых, я прикоснулась к татарской культуре, которая для меня до этого была совершенно неизвестна. А во-вторых, мне кажется, я очень на это надеюсь, я научилась варить кофе. Такой кофе не готовит никто из моих знакомых. Это особенный кофе. Так что у меня теперь есть чем удивлять гостей, знакомых. Здорово, отлично. Антон, что для вас было самым ярким? Самое главное – это, конечно, горы. Водопад-то как? Работал? Нет, водопад работал. Но не в полную силу все-таки. Воду завезли, но мало. Понятно. Ну, и расскажите теперь про самый главный день. Ради этого все и затевалось. Расскажешь, как там были дети. Ариш, ну как? Тебе понравилось? Да, очень. И дельфинчик тоже с нами ездил в Крым и видел настоящих львовых дельфинов. Да ты что? А он раньше не видел никогда настоящих. Он был доволен? Да, он даже с ними познакомился. Слушай, как здорово подружился. А ты тоже? Да. Подружилась? Прекрасно. Я очень рад за вас. Будете советовать всем друзьям? Однозначно. Безусловно. Поедете ли еще? Да. Конечно. Обязательно. И дельфинчик? Да. Да. Я очень рад. Спасибо вам большое за ваше впечатление. Спасибо за поездку. Спасибо за чудесный рассказ. Вам спасибо, что вы нас туда отправили. Давайте подсчитаем, во что обошлась поездка нашим героям. Билет на самолет Москва-Симферополь-Москва. Вход на вершину горы Зубцы Ай-Петри 100 рублей. Вход на территорию водопаду Учинсу. 50 рублей с человека, дети бесплатно. Итого 100 рублей. Такси от Ялты до Евпатории. 160 километров. 2300 рублей. Гостиница в Евпатории на территории старого города. У героев были двухкомнатные апартаменты. 4800 рублей за ночь. Сеанс дельфинотерапии. 3500 рублей. Торт в местной пекарне. 1200 рублей. Обед и ужин в ресторане в старом городе. 300 рублей на человека. Итого за обед и ужин на троих за два дня. 3600 рублей. Такси из Яппатории в аэропорт Симферополя. 62 километра. 1000 рублей. Ну а, дорогие телезрители, не забывайте, что вы можете выбрать маршрут нашей следующей поездки, проголосовав у нас на сайте. И, если хотите отправиться с нами вместе в поездку, там же на сайте можно заполнить анкету. И, возможно, в следующее путешествие мы поедем вместе с вами. На этом все. До встречи через неделю. А герои нашей следующей программы уже собираются в путь. Иван и Татьяна проедут по самой длинной в Европе канатной дороге, посетят трусиную ферму, научатся старинной роскости по дереву и продегустируют печатные пряники. Смотрите нас ровно через неделю в 8.50 утра. Иван и Татьяна проедет.